добрый день уважаемые зрители с вами мзап канал павел михаил что эвакуатор соренто 2009 года пробег 20000 что-то случилось сейчас будем поднимем сначала кожух посмотрим но предварительно форсунку второго цилиндра выбила по какой причине по какой причине бывает да предварительно до будем восстанавливать резьбу в постели распредвала устанавливать болзы восстанавливать форсунку и устанавливать на место в общем как-то так кратко поехали в общем как сказал же павел доброе утро кому-то доброе кому-то не очень нам приехал соренто 2009 года 2 и 5 до 4 cb двигатель у него тут предварительно не предварительно вырвала вторую форсунку может глазом так заглянули это увидели как бы ничего сложного ничего проблемного бывает такая ситуация вот человек правильно поступил что не стал ехать своим ходом когда автомобиль за трейла вызвал эвакуатор приехал на эвакуаторе потому что если этого не делать то есть ехать своим ходом то есть может полный двигатель солярки на лица и либо полный двигатель масла то есть ну то есть масло солярка перемешается и будет не очень хорошо вот в принципе сложной в этих процедурах тут в ремонте этого и процедуры никакой нету то есть просто снимаем сейчас крышку вынимаем форсунку нарезаем резьбу ставим верт на форсунку на новой шайбе и все отправляем счастливого клиента своим ходом домой вот он наш авто вторая форсунка принципе как мы думали так оно и вышло ведь форсунку вырвало здесь все в масле в соляр очки вот тут рядышком скоба лежит с болтом вот на болту резьба осталось ну в общем стандартная проблема этих двигателей то есть довольно таки часто встречаются такие вещи в чем причина ну причин может быть миллион но в основном это то есть уставшись металла то есть форсунки снимались много раз и как бы резьбы алюминиевые они не такие надежные допустим как металлические тем более тут довольно таки большая нагрузка на этот болт идет поэтому в общем бывает такое благо ремонтируется все легко и просто снимается форсунка нарезается резьба и вперед для тех кто проживает не московском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат вы оплачиваете доставку до москвы а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет двигатель к отправке готов также мы пришлем полный видео обзор дефектовки ремонт вашего двигателя шайба не сгорела так ее того что вырвало эту чуть под согнула но в принципе шайба целая то есть причиной то есть иногда там бывает причиной прогар шайбы но здесь совершенно другая причина просто говорю уставшись металла судя по всему шайбу будем ставить любом случае новую и так есть вот у нас такой вот наборчик угловая дрель сверлышки медь мечики и вот такая вот вещь это называется вертыш то есть это как вы видите металлическая пружинка который имеет ну получается резьбу двух диаметров наружная и внутренняя наружная 10125 внутренняя 10 8125 вот на принципе процедура просто просверлил нарезал резьбу вкрутил этот вертыш и в него вкрутил болт все в принципе ничего сложного нет если дружите с руками можете сделать это и сами обидно прозвучало да камеру по убирать буду дуть откуда я это знаю и так просверлили свой как видите я специально вставил обратно форсунку это для чего одну чтобы стружка просто не полетела внутрь то есть на форсунке стоит колечко резиновое я ее вставил и естественно задум заглушил отверстие чтобы у нас все осталось чистеньким теперь все стружечку выдуваем режем резьбу ходим постель распредвалов у нас куда вкручивается болт крепления форсунки алюминиевая поэтому видите резьба в принципе нарезается очень легко и просто мячик входит как масло берем пружинку вставляем ровненько и потихонечку закручиваем пружинку нужно ввертыш нужно закрутить чуть-чуть глубже чем поверхность чтобы он крепче держался далее мы достаем форсунку на нее ставим новую шайбу что-то колечко всегда лучше смазать перед установкой чтобы лучше форсунка зашла обязательно нужно брать новый болт и болт нужно всегда брать родной потому что очень часто сталкиваемся с такой вещью что вместо того чтобы поставить вертыш люди покупают какую-нибудь жигулевскую ремонтную шпильку и под нее режут примерно так же резьбу потом на нее накручивают гайку с обычной шайбы но они не учитывают один важный факт вот на вот этом болту видите здесь шайба идет с конусом соответственно вот здесь в скобе которая держит форсунку в ней тоже внутренний конус для чего это сделано сейчас я вам даже попробую достать покажу может быть люди будут поменьше эти ошибки совершать после того как мы это покажем видите здесь плоскость полукруглая вот здесь конус то есть это сделано вот здесь вот кстати еще упор идет вот он это сделано для того чтобы когда вы прикручиваете форсунку вот эта часть находила центральную часть форсунки то есть упора форсунки и приезжаю прижимала и четко посередине то есть чтобы форсунка стояла абсолютно ровно потому что если она будет хоть чуть-чуть на исход то скорее всего она у вас будет гадить то есть шайба плотно не прижмется и она будет гадить так что не нужно экономить деньги и время делать нужно всегда по-человечески по крайней мере в этом в этом месте видите как бы 3 килограмма вертыш держит без проблем это довольно таки неплохое восстановление резьбы как бы в принципе сколько мы не переделали этих вертушей довольно-таки надежное соединение так что можно смело ставить не переживать как бы по поводу то есть что может быть лучше чем вертыш там шпилька еще что-то лучше чем вертыш только новая постели расцвет волок который к сожалению очень дорого стоит и замена ее тоже стоит ну не особо дешево поэтому поставили вертыш прикрутили форсунку есть забыли так но нам осталось в принципе все собрать запустить двигатель проверить все что работает наш вертыш держится как вы видите все работает отлично повторюсь процедура это не особо дорогая но более точную цену вам могут посчитать наши мастера приемчики как бы наши контакты вы можете найти по ссылочке в описании как бы у нас на этом все спасибо посмотрите наш канал ставьте лайки и будем рады вас видеть в нашем автосервисе спасибо спасибо